приветище это юниверсим и мы продолжаем продолжаем вести наших нагетов к цивилизованной жизни по крайней мере уже сейчас у них есть электричество и машины и я тебе хочу сказать что их все устраивает но я свою очередь хочу запускать ракеты в космос от этого еще далеко метеовышка гудит включилась сирена вещает нам о том что сейчас начнется снежная буря и будет чертовски холодно поэтому я объявляю тревогу пускай все наггеты бегут домой срочно 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 по домам ребятки по домам хватит гульванить бежим домой все буря началась как мой экран замерзает а метель-то окутала всю планету получается ничего ж себе а тут у нас огонь даже какой-то горит она огонь горит у наших соседей доброжелательных соседей которые поклоняются урагану ты посмотри а я всех домой загнал тревогу объявила им пофиг срочно быстро все домой что тут за шут бегает у него тачка есть нифига себе шуты местные хорошо живут вояки мои и в зной и в холод несут свою службу молодцы ребята так держать тоже еще границы будут охранять если не вы надо кстати посмотреть как дела у наших вражин вроде живут нормаленькая у них все чё по населению 50 человек ура наконец-то это снежная буря прошла и воцарилась нормальная осень все ребятки выбегайте тревоги никакой нету а по вылазили по вылазили сразу же как муравьишечки полиция бдит и лают преступников а вот центр реабилитации по ходу ему скоро хана надо его починить сроченько какой же все таки я чудесный город отстроил и между прочим у нас тут еще и мостик появился ну как появился я его начертил анагит и отстроили пожарка пожарка едет куда вам читесь нифига себе ничего себе чё у нас вы чё прямо в пожар лезете ребята тушите тушите молодцы первый раз вижу как пожарники работают ну слушай они справляются между прочим эта территория уже тут граница наших враждебных товарищей это они должны были тушить все но приехали мои пожарники молочки ребята красавцы вообще мчс ники это герои нынешнего времени да в принципе спасатели они всегда будут героями любого времени немножко все таки до тушу за ними пожарчик а то не гоже а вот это чья постройка резервуар с водой это наш это наша посадка прям они пегаси на территории наших злые дни построил свой резервуар а да я тут ничего сия тут уже и на тачках ну видимо может у кого-то родственники в городе этих злодней живет не знаю даже а у нас предупреждение высокой температуре хотя метеовышка показывает всего-то навсего 12 градусов о выборы в кандидаты посмотрим какие у нас законопроекты тут выдвигаются акцент на религию больше времени уделяется религия не исследованию интересно исследование во главе всего должно стоять право на оружие я подумаю насчет этого пережив на сон короче мне из этих законов больше как-то хочется сделать акцент на религию тут уже голос мой автоматически поставлен поэтому пусть он так и стоит а у тебя что случилось рассказывай дорогой творец нифига си рэмбо на пороховой бочке называется задание мне нравится взрывная сила этого нового оружия все знают что хорошего много не бывает мне хотелось бы убедить всех что увеличенная взрывная сила поможет поддержать порядок вот почему я поддерживаю вимо то на этих выборах но опасаясь что без помощи он не победит ты согласишься мне помочь а вон она чё настолько выборы начались и он видимо хочет чтобы законопроекта ношение оружия победил я бы наверное согласился но нет проигнорируя это может плохо нам обернуться индустриализация изучена мы добрались до нее блин ты только глянь во все у нас начинаются постройки высоток из камня и стекла красивые ну то есть будущее наступило уже и помимо всего этого у нас возникли проблемы хоккинг против бюрократии новый мэр новые правила что там у нас похоже мои мольбы не дошли до тебя надеюсь что ты по прежнему приглядываешь за всеми нами теперь мне нужно сделать все самостоятельно и найти способ достичь своих целей береги себя возможно однажды я смогу до тебя достучаться с уважением хоккинг используйте свои способности творца чтобы страхом заставить мэра дать разрешение на развитие проекта какого проекта о чем речь вообще мэр должен выжить используйте способности творца рядом с мэром чтобы напугать его и повлиять на его шкалу страха постройка вышки с антенны выработка всех электрогенератов увеличится на 10 процентов ясно с мэром разберемся у нас тут нападение волков блин ну вроде в цивилизованном мире живем а тут волки появились водила давай-ка шлепнем по ним вот так то и по нему на всякий пожарный нет нет они загрызли 1 все таки эти волчары позорные но вот этого нагита надо забрать отсюда поскольку тут кладбище у нас не работает пойдем а кстати мэра можно и здесь тоже загрызли что ли да елки-палки ну сколько же так можно там погрызли двух нагитов мне где кладбище кладбище где что у нас вот лети туда и сейчас еще за втором сбегу оба нагиты недавно открыли новые рецепты блюда которые быстро набрали популярности и привлекли внимание всех нагитов в итоге нагиты не могут устоять перед этим изумительным яствам из-за чего они стали передвигаться гораздо медленнее а наверное бургеры начали делать наши ученые заверяют нас что это медлительность носит лишь временный характер так как последствия употребления пищи постепенно исчезнут тем не менее точная продолжительность этого эффекта остается неизвестной и я могу сделать что ввести в меню освежающие газировые напитки типа кола спрайт и все такое попросить создателя блюда снизить количество калорий без ущерба вкусовых качеств закрыть все рестораны для пересмотра меню ну давай попросим создателя блюда снизить количество калорий минус 100 очков творца скорость передвижения нагетов восстановлена о это здорово а я пойду детка перетащу так волки здесь детка 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 вроде бы это тот которого я видел вот закидываем на кладбище и шамзус выиграл празднуем пейерверк все дела на пороховой бочке что там хочет мне сказать чувачок творец о нет остальные наги ты ничего не понимает они испортили эти выборы мне нужно скупить все оружие и порох пока они не исчезли чтобы не давать происходить плохим вещам надеюсь утечка газа в моей духовке никому не навредит что идиотина кусок хорошо что я ему не помог он хочет свою хату взорвать дебилоид так золотое письмо еще у нас висит защита хокинга творец мы отчаянно нуждаемся в твоей помощи нам удалось расшифровать поток сообщения между богами пришельцев богами пришельцев серьезно и другими управляющими но в итоге нас обнаружили теперь хокинг в беде пришельцы пытается его похитить помоги спасти целую цивилизацию наггетов не дайте похитить хокинга сбейте нло принимаем где хокинг-то о кинг тут у нас еще и фейерверки пускаются покажите мне хокинга куда он убежал а вот она инопланетная тарелка все сейчас мы ее сбиваем сейчас мы сбиваем так только молнию выбрать где она у нас вот она получай вот так вот своих не бросаем все больше нет у нас никого тут нет кажется еще есть отлично всех били ну прям прям в центр упал почти что пожарники приехали сразу хокинг против бюрократов мы его спасли в принципе и чё бы нет ты сделала это твои божественные силы разрушили угрозу пришельцев и хокинг в безопасности я безумно благодарен ты действительно наш защитник наша направляющая сила хокинг вернулся к нам не вредила и мы обязаны тебе всем спасибо творец за то что следишь за нами да всегда пожалуйста почему дом то разрушил здание рухнуло почему хочу она рухнула то восстановить надо целых два здания рухнула обалдеть просто как так то что с ума сошли где мои инженеры которые за зданиями то следят забираем коробочку от инопланетянина и тащим все сюда на нифига себе вот это небо они уже отстроили его уху круто обалдеть просто тут еще тоже что-то строится ну классно 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 а это что за вышка у меня тут это как это то что интернет скоро у нас будет и спутниковое телевидение что ли ох ты елки а мои соседи тоже отстраиваются но ничего себе так пойду-ка на других посмотрю и тут тоже но все понятно индустриализация всех затронула у них даже тачки есть тоже он кто-то ездил ого как это все ночью светится красивенько а у нас тут торговый комплекс открыли мебельный кладбище исследование завершено а чё 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 я улучшил кладбище по моему да а ну да я открыл средневековое кладбище и значит я могу улучшить его теперь улучшаем вообще все кладбище теперь надо улучшить блин мне еще надо было мэра же напугать да но по идее инопланетяне за меня это сделали скорее всего они живут его хотели похитить а его спас поэтому я считаю что он был напуган а у нас кстати открылась ферма животных вот такая вот выбрать животное которое мы будем здесь разводить мамонтов оленей черепашек наверное оленей давайте оленей а мне их сюда нужно закинуть скорее всего он но что пойдем тогда кого-нибудь найдем животинки и вы где нифига си они тут отстраивают башни это чё дубай местный будет что ли такого мамонта отлично я вас искал и 1 возьму хорошо пойдем мне кажется что ферма для него одного будет прям более чем достаточно вот так вот преступник убежал с частью ресурсов покажите мне куда где где не показывают вот блин видимо скрылся уже засранец какой а мне походу больше полицейских участков нужно а чем у меня в администрации вообще занят почему полицейские участки не строятся министр развлечений у нас нет министра развлечений надо его назначить значит всемахи ты у нас министр развлечений министр образова у нас нет еще министра здравоохранения министра экологии министра космоса но до космоса мы еще не добрались а вот министр образования странно что у нас его нету чё это ого смотри как у нас центральная площадь теперь выглядит понастроена понапихано конечно все это наше главное здание наш предводитель шеф-повар что ли или как ну ладно допустим что еще здесь построили давай посмотрим о какие домики коттеджики да я в таком сам пожил очень здорово а тут-то какой дом телефонная будка телефона у нас появились это прям да это жилое здание маленький домик на 1 2 3 4 5 6 7 8 на 8 семей а этот тогда дом вот такой вот дом насколько он тоже на 8 семей но отличаются не по размеру конечно колоссально знаки дорожные появились потому что на автомобилях же все ездят а храм-то храм-то это же храм наш оказывается я думаю чуть за вышка вот те кто поклоняется в храме наконец-то она изменилась а то была какая-то деревянная о 50 процентов меня любит 50 меня боятся надо исправлять эту ситуацию рядом с курьерской службы поставлю еще один полицейский участок строим пойду посмотрю как там дела у наших соседей они же же рух елки-палки ничоси как они тут отстраиваются вот это да кстати вот эти здания не под за счет у них асфальт появился нифига себе вот эти здания наполовину не под куполом их можно будет разрушить если чё и по моему он даже купол восстановил каким-то образом у этих товарищей как дела нифига себе а так это аэродромы самолеты у них будут летать вот он наш хокинс я его наконец-то увидел оказывается наш гений на коляске передвигается электрической а я даже и не знал единственное что он безумно пить хочет надеюсь что до питья он доберется резервуар с водой проехал чё там там есть вода попей но слава богу жить будет настало время прокачек и знаешь что я нашел министерство образования вот оно где мы до него еще просто не добрались значит что нам нужно открыть дальше конечно же цемент вантовый мост открывает современные мосты ну пусть будут и теперь мне нужно выбрать автономные лесопилки у нас появятся либо механизированные камнеобработающие заводы но мне кажется дерево все-таки легче обрабатывать чем камни поэтому механизированная обработка камня пусть будет а подождите то есть я потом могу еще и лесопилку открыть ну что ж я подумал насчет этого я думал тут как бы двойное разветвление нужно что-то одно выбрать но видимо можем выбрать и два эта молитва срочно требует вашего внимания вопрос жизни и смерти дело в том что один наггет пришел в ужас когда обнаружил масштабное нашествие пауков в одном из наших складов он уверяет что у этого вида пауков могут быть крылья так как они размером с крысу так страшилки для детей рождается вообще новость разлетелась по городу спровоцировала массовую панику видимо то что наггеты хранили на этом складе послужило причиной мутации пауков нужно скорее что-нибудь придумать нельзя тратить время придать зону поражения огню сжечь все они никому вредят отправить группу для их изучения мы должны спасти свои ресурсы собрать наших лучших воинов но я даже не знаю давайте мы отправим группу для их изучения когда какой-то новый вид животного или насекомого появляется его изучает сперва но никак не уничтожает правильно и так пауки оказались вполне дружелюбными они поедают мелких млекопитающих они наггетов предоставив паукам еду ученые обнаружили у их мутирующего шелка полезные свойства для будущих исследований вот так то а кто-то их сжечь хотел здорово же так чё там у нас появилась открыт бонус коммерциализация стали вот держите еще вот мамонта у нас тут хоть что-нибудь изучается проверяется да нифига стоп мы их можем же приручать теперь типа давай вот олень есть у нас кто-нибудь приручить его где там наши кинологи то елки бегите я там оленя нашел которого нужно приручить ты наш кинолог нет нет это не наш кинолог чем боти наш кинолог и он идет кушать он забил болт на приручение животных все понятно а я тут кстати пока летел сюда о кладбище у нас теперь какое классное склепы будут скоро короче пока летел сюда увидел трубу с дымом черным во это что у нас за здание такое так токсично какой-то рекламные посты теперь у нас висят забавно все это это жилое здание серьезно это жилое здание почему она похожа на завод оба и все так страшно тут или а у нас потому что осень поэтому так и страшно деревья еще не распустить хотя у соседних домов деревья как бы распустились все нормально реклама тачек гибридных причем прикинь у меня короче закончилась трава лечебная и я иду к своим вражинам чтобы наладить нейтралитет все-таки не гоже в цивилизованном мире воевать правильно же что у вас есть газ стекло камни радиодетали об блин ну а медицинская то что-нибудь есть понятно по ходу они просто не хотят со мной дружить министерство здравоохранения изучена зашибись министр здравоохранения пожалуйста назначитесь где у нас тут вот мест пропадает китима вы теперь министр здравоохранения поздравляю вас давай посмотрим что по постройкам у нас открылось у нас есть новый стали литейный завод правда он снижает уровень счастья и повышает уровень преступности так но он нам понадобится куда мы его можем построить и где бы его вообще построить то промышленная зона у меня вообще здесь поэтому лучше ее тут и оставить только достроить тут пожарную часть наверное наверно подальше от леса и воды куда-нибудь где-нибудь вот здесь вот его развернуть аккуратненько и он тут впишется этот стали литейный завод а пожарную часть столь отлично подходит для укрепления строений или контроля за соблюдением закона преступник повредил здание жилой так как они достали то чё он там повредил где покажите мне пожалуйста где что-то пошел повредил а какой преступник у меня преступника показали что но подорвал что ли придется подхилить на всякий пожарный вот так летит преступник это не ты не ты тот преступника непонятно так просто и не найдешь олень а домашний да вы что у нас теперь олени есть я не успеваю ничего делать постоянно что-то происходит похоже за счет да блин давай паузу поставим все это капец это 250 лет прошло нифигасе с основания нашей цивилизации за счет такого высокого уровня счастья все больше нагетов обращается в нашу веру отличная новость здание полиция у нас отстроилась это тоже шикарная новость я шел посмотреть на оленя он у нас есть где его вообще приручили он где-то тут бегал а где лента приручили эй 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 не видать его но он у нас как бы есть вот теперь у нас ферма оленей выходит а я возвращаюсь к строительству стали литейного завода и нам нужно тут отстроить пожарную часть пожарка будет прям рядышком со стали литейным где-то здесь в леску и в защитных сооружениях у нас там что-то открылся еще вот тюрьма тюрьма все-таки у нас будет я же вроде реп-центры строил вот же у меня есть реп-центр но в нем никого нету но поскольку кто-то у нас ограбил кто-то там дом поджег или бомбанул тюрьма нам все-таки пригодится и она будет рядышком с реп-центром без нее видать никак жалко конечно что тюрьма сюда не влазит прям вообще обидно рядом с лесопилкой может быть кстати это будет прикольно если рядом с лесопилкой построить тюрьму и загонять тюремщиков туда перед дрова вот тут вот короче тюрьма у нас будет мы развернем чуточку тюрьме преступники остаются на длительный срок или встречает шокирующий конец но тут кому как повезет жалко конечно я хотел посмотреть как в реп-центре кого-нибудь лечат но что-то сюда никто не захаживает видимо все у нас психически здоровые метеорологи нас предупреждают что осенью глубокой осенью нас ожидает катаклизм землетрясения будем готовиться к нему о хокинс куда поехал на стройку что ли поработать решил нифига себе они тут отстроились обалдеть просто похоже это не я в будущем живу они вот это у них домище как дела у нас на ферме у божечки у нас маленькие оленята появились как же это здорово олени тут вообще сказочные очень красивые надо еще больше животноводских ферм разводить построю еще одно рядышком блин пожарной части тут не хватает надо будет ее сделать тут ухты серьезно хокинс в школу пошел подучиться кстати мы живем в цивилизованном мире да у нас там высотки такие а школа до сих пор под открытым небом смешно это все как-то о с электричеством у нас совсем плохо потребление больше чем производства мне нужно электричество ветряные мельницы надо их построить в большом большом количестве а то мы так скоро прогорим автономная лесопилка исследована но вот что-то произошло в результате катастрофической цепочки событий одно из озер обмелела наггеты геологи прогнозировали задержку возвращения воды поэтому цивилизации нужно было срочно ее восполнить перед лицом острой проблемы у наггетов было лишь несколько вариантов решения каждый из которых имел серьезные последствия для их будущего обратиться к творцу за помощью в прекращение засухи и оживление озера рассмотреть подземный ядерный взрыв как возможное решение и ничего не делать и оставить ситуацию как есть мне конечно симпатизируют ядерный взрыв но лучше я самым помогу поскольку я же у них существую хотя нет давай рискнем и эксперимент нём ядерный взрыв после подземного ядерного взрыва вода сразу же возвращается в озеро однако при этом на планете существенно вырос уровень загрязнения плюс 50 процентов к уровню загрязнения а чёрт ну что ж это вот такой взрыв произошел но загрязнение произошло где-то здесь и мы знаем как с этим бороться нужно призвать дождь вот сюда и загрязнение должно спасть чё тут с озером вроде она очистилась тучки и спасли планету мои вражины тут прям конкретный ты посмотри какой у них ярко-позитивный окрас здание то они теперь точно мои вражины может ими задружиться электроника исследовано теперь нужно исследовать что-нибудь новенькое например аэродинамическое моделирование открывает современную ветряную турбину эх а я думал самолеты беспроводная телеграфия полицейское радио это облегчит полицейским коммуникации ракеты класса земля воздух здорово высшее образование тоже качаем нифига себе стая волков смотри а вот это чё за животинка это лиса жести прям рядышком с городом ну по крайней мере они на нас не нападают и это хорошо значит тюрьма у нас что-то не строится не хотят ее строить кладбище построили инженерку построили это что у нас тут склад не достроили в реп-центре кстати недавно видел что что-то кто-то тут крутился но не успел сюда подлететь а нефтяная вышка сдохла восстановить ее аэродинамическое моделирование исследовано и мы можем теперь что-то там новенькое построить завод электроники так и куда шоу поставить то елки-палки где-нибудь здесь рядом со своими соседями строим а тут у нас пожар начался там вообще молния он фигачит ну пожару соседей они должны разобраться с этим самостоятельно чем буду помогать главное чтоб на нас все это не перекинулась но и ввиду улучшения аэродинамики я могу улучшить свои ветряные мельницы чем я сейчас и займусь у нас тут вообще беда конкретно беда а тут что-то он все сияет все хуже все стало да видимо короче беда в том что сейчас начнется катаклизм землетрясение через 50 секунд и надо бы всех домой позвать прячемся ребята прячемся сейчас будет землетрясение замечено землетрясение покажите нам где 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 трясет ухты нифига как тут потрясывает то земля раскалывается смотри ой 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 очень очень плохо что что у меня тут еще ничего не начали строить все землетрясение прошло так огонь потихонечку подбирается к нам пожалуй придется как-то это все дело потушить своими ручками вот при помощи телекинеза плохо потушилась надо побольше и вот тут думаю сама уже потушится все землетрясение закончилось можете выходить работать и он сразу все по вылазили просто капец ну наконец-то в реп-центре я кого-то заметил кто у нас там сидит на мафос он просто тут отдыхает я бы хотел посмотреть какого вот сюда вот в это колесо затолкают водопроводные сооружения и скважины исследовано глубокие секреты что произошло опять могущественный наггет просит совета по поводу своего следующего бизнес-проекта примерно в прошлой эпохе его семья сколотила состояние на своем изобретении ручных ботинках это то есть ботинки которые надевает на руки наверное перчатки или все-таки ботинки непонятно так что у него точно нет проблем с начальным капиталом он собирается выйти в отрасль фастфуда которая стремительно развивается благодаря высокому темпу жизни современных наггетов но сделать свой продукт более привлекательным называя его крафтовым фастфудом однако он не уверен следует ли ему продавать здоровую пищу и напитки которые сложнее в производстве или набивать наггетов бесполезными жирными калориями что ж посмотрим чем мы можем посоветовать выбрать дешевый вариант нам не нужно чтобы наггеты жили вечно выбрать полезный вариант жизни моих наггетов важнее остаться с ботинками не соваться в пищевую отрасль ну как бы он ботинки всю жизнь делал какая пищевая отрасль ну хотя пусть попробует полезный вариант бизнес процветает наггеты просто обожает этот новые лакомых фастфуд к счастью он для них даже полезен ну это же здорово на гиды потребляет на 50 процентов больше еды и воды но живут на 10 лет дольше о как так что у нас тут в репцентре то творится он читает какие-то скрижали это опасно вдруг демонов вызовет уверенность что ему стоит давай скрижали ну-ка 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 вот наконец-то я увидел как в репцентре у нас тут лечат товарищей не понял а хокинс ты чё там делаешь в репцентре тебя чё поймали ты он реально сел в тюрьму с ума сошел ты чего это натворил то ракеты класса земля воздух исследованы стали литейный завод красиво выглядит и теперь наши вышки вот эти защитные башни мы улучшаем в комплекс ракет земля воздух я бы такую башню и здесь построил вот она уже стоит у нас улучшаем тогда у нифига себе у меня тут в храме кровище он внизу я вроде бы никого не скидывал сюда в мясорубку эту но тем не менее намеки есть мол если будут непослушные наггеты то то их скидывает туда хокинс ты до сих пор в репцентре сидишь давай уже выбирайся оттуда тюрьму начали строить или нет а то сейчас всех затолкаю в репцентр нет даже материал сюда не таскает вот осранцы возвращаемся к нашим улучшением цифровое администрирование пришло время биометрии цифровых прав и интеллектуального анализа данных качаем распределительная логистика качаем министерство образования обязательно качаем и современная химия расширьте понимание химических веществ и их состав а также придумайте кучу новых непроизносимых названий качаем наконец-то мы теперь можем улучшить и школу а высотки то у меня смотри какие крутые на последних этажах есть бассейн зонтики чтобы спрятаться в теньке стульчиков еще не хватает с лежаками странно что-то у меня тут хокинс к вражинам пошел вообще он пришел водички попить вот и как ты видишь защитный купол вражин защищает наполовину мой резервуар с водой нехорошо это нехорошо блин но это капец ты только глянь на эти цивилизованные постройки на этот муравейник просто жесть а вот тут мне нравится с басиком на крыше вот тут тоже неплохо посадили травушку и деревья молодцы наконец-то у нас начали строительство тюрьмы скоро она уже достроится и у нас начал работать министр продовольствие охотничий домик где-то там поставил здание инженеры тоже даст о да ладно все тюрьма готова покажите что внутри пытышная всякие химикаты электрический стул видимо смертная казнь у нас не отменена тут у нас камеры ну прикольно прикольно надо назначить сюда работяг хотя они уже назначены и уже кого-то посадили обалдеть кто у нас там сидит покажите мне кого посадили в камеру еще никого видимо ведут его и пожалуй на этом мы будем закругляться как у нас стали литейный завод подсвечен красиво город процветает растет болеет выздоравливает радуется и плачет катаклизмы настигают и уходят но мы продолжаем развиваться и это хорошо слава богу никаких войн нету и мы их тоже не создаем на сегодня это все спасибо что смотрелось тебе понравился не забудь поставить лайк и подписаться если ты еще этого не сделал чтобы не пропустить следующих роликов на которых мы с тобой и увидимся так что до встречи